Поиски пропавшего магаданского рыбака в бухте Гертнера продолжаются. В связи с этим в мэрии Магадана глава муниципального образования Юрий Гришан провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Местная власть и экстренные службы города и области обсудили ход поиска пропавшего рыбака и определили, какие еще дополнительные меры необходимо принять, чтобы люди на льду не пропадали. «Поиски продолжаются. Ледовая обстановка, как мы слышим постоянно от сотрудников Колумбского управления гидро-метеослужбы, плохая. Тем не менее, ничего не останавливает. Мы должны посмотреть, как у нас ведется работа в городе Магадане, для того, чтобы у нас не было ничего подобного и вообще в течение этого года, чтобы мы с вами не потеряли на море ни одного человека». Специалисты спасательной службы отмечают, что магаданцы игнорируют предупреждение сотрудников о чрезвычайной ситуации на льду. Рыбаки продолжают выезжать, не понимая, что это опасно для их жизни. «Неприслушность к нашим беседам игнорируют, когда спасатели пытаются их предупредить о соблюдении элементарных мер, быть осторожными, чтобы предпринимать случаи каких-то непредвенимых ситуаций. В местах трещинного разлома граждане, пренебрегая своей безопасностью, проезжают на данный участок. По неподтвержденной информации, со слов очевидцев, только за 16 января 2021 года в районе мысовосточной бухты Батарейна под лёд ушло 4 автомобиля, пятый унесло на льдине. Ну и один человек, как мы сейчас все знаем, пропал без вести. В данный момент поисковые работы ведутся, но пока безрезультатно». Управление по делам ГО и ЧС мэрии города Магадана для снижения гибели людей проводят ряд мероприятий. По словам специалистов, спасательные службы учреждения находятся в постоянной готовности. Ежедневно проводится визуальный мониторинг акватория бухты Гертнера. На местах проезда автотранспорта сотрудники спасательной службы выставляют аншлаги с информацией о запрете выезда на лёд. По словам экспертов, 2021 год стал аномальным по ледовой обстановке. «Ледовитость меньше, чем среднем многолетнее значение. На январь 43,5% – это ледовость полностью Охотского моря, что меньше на 5,6%. На феврале аномалия будет составлять 6,4% меньше ледовитости, что при штормовых явлениях будет оказывать влияние на бухты города Магадана, где лёд будет точно так же под этими процессами трескаться, ломаться, и выход будет крайне очень опасен». Для ограничения выезда рыбаков на лёд специалисты будут принимать дополнительные меры. Всех нарушителей будет фиксировать специальная техника. Далее в отношении этих рыбаков эксперты будут составлять протоколы. «Мы будем сейчас использовать постоянный беспилотный аппарат, который у нас есть. Мы будем фиксировать, он очень хорошо фиксирует номера автомобиля, после чего эти данные будут передаваться для дальнейшего составления протоколов». Для того, чтобы оградить рыбаков от опасности и не выпускать их на опасные участки льда, комиссия приняла решение установить камеры видеонаблюдения на высотах, примыкающих к береговой черте бухты Гертнера. Сделают это с целью мониторинга акватории. Установка дополнительных камер позволит следить за выезжающими рыбаками на лёд и отслеживать направление их маршрутов, поскольку спасатели физически не могут вести круглосуточное наблюдение с берега.